Ну что ж, еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Мы продолжаем эфир, мы продолжаем вещание «Бизнес-канал» на Финам.ФМ. И сейчас время поговорить с бизнесменами в рамках программы «Бизнес-класс». Напомню, мы в это время всегда встречаемся с самыми успешными бизнесменами России. Один из них сегодня у меня в студии, и я представляю его с удовольствием. Итак, в гостях сегодня Андрей Чураков, первый вице-президент Первого Республиканского банка. Добрый день, Андрей. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, радиослушатели. Значит, уважаемые слушатели, я напомню, телефон в студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Вы можете звонить, писать, задавать свои вопросы Андрею, уверен, на все из них он ответит. Еще раз напомню, Андрей первый вице-президент Первого Республиканского банка. А тему, которую мы сегодня поднимаем, она актуальна, я думаю, для подавляющего большинства людей, которые занимаются бизнесом, ну, может быть, в большей степени малым и средним. Тема следующая. Корпоративное кредитование в российских банках. «Современные реалии и принципы работы с заемщиной». Ну, тема исчерпывающая. Мне кажется, даже можно уже ни о чем не говорить дальше, потому что все становится более-менее понятно. Ну что ж, Андрей, давайте начнем. Итак, первый вопрос следующий. Ну, если можно, вот о самой сути корпоративного кредитования расскажите с точки зрения банкира, да, бизнеса. Ну, с точки зрения банкира, ну, если мы говорим профессиональным языком, то много рассказывать я не буду про азы кредитования. То есть, на самом деле, в данной ситуации у нас наше законодательство, нормативная база и экономическая практика уже пришла к тому, что российская жизнь экономическая и европейская, международная, она выровнялась. И многие банковские продукты, в том числе кредитные, с кредитным риском, аналогичны как там, так и здесь. То есть, по сути дела, нет ни одного продукта, который применим в Европе, который не задействован у нас. Можно сказать, что мы на уровне европейского, да, вот по крайней мере? По линейке продуктов, безусловно. Есть, конечно, отличия в технике работы поддельных продуктов, в нормативной базе, безусловно, да, то есть и законодательной основе, особенно, что касается англосаксонского права. Вот, но по набору продуктов и по технике их работы, на данный момент российские банки аналогичны европейским. Ну, смотрите, если говорить, в принципе, да, о банковском бизнесе как таковом, вот в сфере кредитования, я так понимаю, ну, два основных пятна, да, которым вы занимаетесь. То есть, это розница, да, то есть кредитование частных лиц и вот некое корпоративное кредитование. Их можно вообще по величине, по объему как-то сравнивать? Или это разные вещи и, соответственно, разные степени участия? Ну, безусловно, можно разделить на два блока, да, розница и кредитование юридических лиц. Внутри, безусловно, существуют подвиды, это и внутри корпоративного кредитования, и кредитование индивидуальных предпринимателей, и там очень модная популярная тема, это малосредний бизнес. Многие банки выделяют в отдельное суб-направление, многие вообще локомотивным направлением это в последнее время стали делать. По многим причинам позже можно плотно остановиться. Вот, конечно, тренд последних двух лет, это, безусловно, рост розницы, это популярное направление и в связи с, безусловно, более доходным... То есть, розница для банка это более доходное? Безусловно, на данный момент это более доходное, но вопрос оценки рисков и механизм закрытия рисков, ну, это отдельная тема каждого банка. Но, если сравнивать маржу банковскую и доходность, конечно, розница намного интереснее для банков, особенно по сравнению с крупным корпоративным кредитованием. По размерам вся статистика существует. Если общий портфель по корпоративному кредитованию за прошлый год составил порядка 15 триллионов рублей, 15,5, если не ошибаюсь, на 1 января этого года, то розничный портфель, он порядка 7,5-8 триллионов. Динамика у них абсолютно разная. Если по прошлому году прирост корпоративного портфеля составил по всей системе порядка 15%, розница больше 40% выросла. Здесь, с одной стороны, относительно эффекта низкая база, безусловно, когда розница растет по 40-50% ежегодно последние несколько лет. С одной стороны. С другой стороны, это, безусловно, перекос в пользу динамики по рознице произошел по объективной причине, потому что корпоративный бизнес, потребность в кредитовании, он существенно уменьшилась. Потому что есть, ну, здесь много причин, в том числе из-за того, что стагнация в экономике дает у себя знать, в том числе и по потребности в кредитовании. И учитывая высокую ставку, может быть, да, еще, как бы, желающих под такие... Ну, у нас ставка никого не испугаешь уже давно-давно. То есть, в последнее время ставки абсолютно, как бы, лояли, назовем так, заемщикам. То есть, это времена, там, 90-х давно уже прошли, с их, там, трехзначными ставками. Сейчас ставки абсолютно адекватные, хотя, там, многие и регуляторы, и из правительства любят поругать банкиров о поводу высоких ставок и всего остального. Какие у них, да, непомерные аппетиты, уж могли бы немножко полояльнее быть нашему бизнесу. Да, но могу сказать, что ставка здесь не самое главное. То есть, человек, бизнесмен, который кредитуется, он, безусловно, считает свою рентабельность, свою экономику и вряд ли будет работать в убыток. Поэтому, здесь больше вопрос в том, что два основных направления кредитования, это пополнение оборотных средств, ну, текущее бизнес, функционирование предприятия, да, и какие инвестиционные вещи. Вот, потребность в инвестициях за последние, там, два года падает в геометрической прогрессии. То есть, почему динамика, там, 10-15%, я говорю, корпоративного кредитования, потому что ситуация с пополнением оборотных средств, она стабильна, бизнес как работает, так и работает. То есть, поддерживать на плаву, да, текущее. Да, да, да. Но новых проектов по развитию сейчас, ну, реально в регионах, там, единицы. Единицы. Потому что, ну, этому много причин и отсутствия, там, промышленной политики и психологические различные факторы. Психологически, вот, очень интересно. Психологически на уровне того, что сложные экономические условия, да, там, все ждут кризис очередной, может быть. И в этой ситуации, да, нелогично затевать какие-то новые проекты. Ну, ожидание кризиса у нас последние 4 года. У нас кризис, последствия кризиса и ожидание следующего кризиса. Перманентно, да. Мы все время живем, да, в состоянии этого самого. Я бы больше сказал, что психологически связано с ощущением, как бы, незащищенности бизнеса. И как в плане, там, правоохранительной системы, там, судебной системы, налоговой системы. То есть, те попытки, те шаги, которые делают у нас законодательные органы, и тем более, как бы, исполнительная власть, к сожалению, могу сказать, что не сильно способствуют улучшению экономического климата инвестиционного. Поэтому, как бы, вот эти все внешние факторы, они влияют на психологические факторы в бизнесе, который на данный момент не сильно заинтересован в существенном инвестиции в свой, в основной капитал и в свой бизнес. Андрей, а скажите, вот в этой связке, если порассуждать, смотрите, ну, если это так, по крайней мере, да, то есть, корпоративный бизнес не, ну, по названным уже причинам, не так активно обращается к вам за кредитованием, да. Вы по этому поводу каким-то образом переживаете? Ну, то есть, банк, как финансовая единица, был бы заинтересован, да, чтобы ситуация изменилась, и, соответственно, частные предприниматели или, там, какие-то другие юридические лица больше брали кредитов? — Безусловно, конечно, любой банк заинтересован в том, чтобы зарабатывать, а зарабатывать процентный доход, доход от кредитных операций — это основной доход любого банка. Многие банки пытаются сейчас сбалансировать что-то непроцентного дохода, но, безусловно, еще много лет ближайших процентный доход будет превалировать доходной составляющей. Поэтому без кредитов банк не может, потому что понятно, что на чем-то нужно зарабатывать. — То есть, мы, вся банковская система заинтересована в развитии, там, тот же, там, Первый Республиканский банк, мы активно кредитуем, будем кредитовать. Вопрос, меняются сегменты заемщиков, меняются направления деятельности самих банков, банки ставят различные другие приоритеты, ходят в новые ниши для себя, в новые продукты запускают. — Опять же, они ищут, да, вот в этой ситуации я не могу кредитовать корпоративных клиентов, потому что они просто не обращаются ко мне, значит, соответственно, я ищу возможность, где заработать можно. — Можно, опять же, каждый банк еще и может стимулировать сам спрос на кредиты. — Конечно, мы, там, не маркетмейкеры на рынке, но, тем не менее, в своем сегменте или в тех регионах, где мы присутствуем, мы можем способствовать спросу на банковские кредиты через взаимодействие с региональными фондами поддержки малого бизнеса. — То есть вы можете каким-то образом поменять ситуацию, да? Еще раз я возвращаюсь к тому, что давайте пока поговорим о малом и среднем бизнесе. Вот бизнесмен не видит, да, перспектив по известным причинам, да, связанных с судебными, с налогами и так далее, да? То есть нет поддержки государства, хотя государство сейчас эти программы затевает, и мы тоже о них поговорим. И вы в конечном итоге говорите, да, я тоже заинтересован, чтобы ситуация каким-то образом поменялась, и ко мне пошли за кредитами. Вот у вас есть какие-то рычаги, реальные рычаги, которые вы можете воздействовать, там, на государственные структуры, на какие-то другие органы? — А рычагов на данный момент нету, но есть... — Я прошу прощения, да, вопрос прозвучал, ответ нет, мы после новостей вернемся к нему. Сейчас новости на Финам-ФМ. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир «Бизнес-класс» на Финам-ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, и сегодня в гостях Андрей Чураков, первый вице-президент первого республиканского банка. Тема сегодняшней программы — корпоративное кредитование в российских банках. Мы обсуждаем эту тему, говорим о том, как выглядит в современных реалиях, и поговорим о принципах работы с заемщиками, что тоже очень интересно. Итак, Андрей, я еще раз вернусь к вопросу, который прозвучал до новостей. В общем, суть простая. Вы заинтересованы, да, во взаимодействии с государственными структурами, для того, чтобы ситуацию изменить, чтобы все большее количество корпоративных заемщиков к вам шло, обращалось за кредитами. Безусловно, мы заинтересованы, мы, в частности, и вся банковская система. Соответственно, есть очень положительные инструменты по стимулированию, особенно развитию малого и среднего бизнеса, как я и сказал, это и региональные фонды поддержки, один из самых эффективных механизмов, созданных за последние несколько лет по поддержке предпринимательства. В России существует несколько программ работы этих фондов, и субсидирование ставок, и поручительство за малый бизнес, и много других инструментов. И второй инструмент, очень успешно работающий, это МСП-банк, это банк системы Внешэкономбанка, который занимается именно работой с банками по поддержке малого бизнеса в России, малого и среднего бизнеса. То есть он выступает со стороны государства, я так понимаю? Да, он выступает со стороны государства. С одной стороны, он занимается фондированием и развитием этих программ для банков-партнеров. С другой стороны, он является, назовем так, проводником стандартов малого бизнеса в банковской системе. То есть если в 90-х или в 2000-х оценку рисков в банке придумывали сами, брали оценки Европейского банка реконструкции и развития, сами что-то ваяли, то сейчас это... То есть каждый по-своему, да, получалось? Да, у кого-то, да, кто-то считал так, кто-то по-другому, там, одни и те же критерии анализировались по-разному, брались коэффициенты и так далее. То есть сейчас это все усредняется, стандартизируется. С одной стороны, это приводит к тому, что анализ рисков становится понятной и для всей системы, в том числе для регулятора, потому что, опять же, он контролирует риск в системе. Ну и понятно, что тот же МСП-банк, неся стандарты через стандарты, открывая лимиты на финансирование бюджетными средствами, более дешевыми и длинными, которые являются основными источниками фондирования в данный момент, вот в этом сегменте, он формирует те же стандарты и обеспечивает, так сказать, правильно, помогает банкам обеспечить правильный анализ рисков в этих сегментах. Это понятно. А теперь вот следующий вопрос, Андрей, такой у меня. Если говорить о корпоративном заебщике, да, то наверняка мы можем выделить, ну, как минимум, да, какого-то крупного, крупное коммерческое предприятие, вот пресловутый малый и средний бизнес. С точки зрения банка выгоднее все-таки, наверное, первый, да? Ну, подходов здесь несколько. Понятно, что, во-первых, банк банку рознь, и госбанки, иностранные банки, там, первая десятка частных банков, безусловно, им комфортно чувствовать себя с крупным заемщиком, потому что понятно, что, там, как сказать, норма час принятия рисков на крупного клиента, что ты выдаешь миллиард, что ты выдаешь миллион рублей, а трудозатраты одинаковые абсолютно. Соответственно, понятно, что крупному банку комфортнее работать с крупным клиентом. Вопрос экономики, то есть среднему частному банку, там, входящему, там, сотню, как первый республиканский банк, понятно, удобнее чувствовать себя с средним клиентом, потому что здесь маржа больше, здесь с клиентом удобнее работать, потому что он, с ним можно работать всегда комплексно, есть всегда возможность кросс-продаж, дополнительная доходность. То есть большой клиент, он все время одеялся на себя тянет, да? Да. А с этим можно более лояльно. Он более комфортен, он более, как сказать, договорспособен, и в результате он экономически выгоден для среднего банка, чем крупный клиент для того же среднека. Ну и еще один важный момент, наверное, да, то вы в конечном итоге не становитесь жесткими конкурентами, вот, с глыбами, да? С государственными банками, банками с государственным участием, или с основным, там, с десяткой, да, частных банков. То есть вы занимаетесь своим делом, они занимаются своим делом, не пересекаетесь практически. Конкуренция на самом деле существует, просто многие банки сейчас, вот, допустим, того же нашего эшелона, они четко позиционируют себя в отсутствии ценовой конкуренции. То есть, безусловно, конкурировать со Сбербанком по процентным ставкам, но это неблагодарное дело, понятно, это, там, долго на этом не буду устанавливаться. Соответственно, вопрос именно, там, гибкости, оперативности, качества обслуживания и так далее, такие неценовые вещи и вещи, связанные больше, там, с продуктовым каким-то, продуктовой конкуренцией и так далее. То есть в этом ваше конкурентное преимущество, да, если сравнивать себя с большими глупыми. Конечно. Они-то неповоротливые, да, и у них как раз вот эти вещи могут, могут, ну, менее динамично развиваться, так мягко скажем. В последнее время это, конечно, уже тяжело происходит, потому что и крупные банки очень сильно прогрессируют в качестве обслуживания. Тот же, допустим, Греф, когда говорил, что я научил Сбербанк танцевать, слона танцевать. Ему это удалось, да, то есть за 4 года, там, последнее, это просто небо и земля, безусловно, Сбербанк один из... Очень часто я вот среди своих гостей, ваших коллег, это слышу, да. Приходится признать, хотя, например, те же самые, ну, давайте так, те же самые мнения от простых россиян, от частных вкладчиков, что называется, да, или людей, которые пользуются услугами того же Сбербанка, ну, они полярны все же бывают. Кто-то активно ругает его по-прежнему за то, что вот меньше обращает внимание на отчаяние простых граждан, да. Нет предела совершенства. Безусловно. Хочется всегда, чтобы тебя принимали лучше, чем принимают. Совершенно верно. Вот. В этом отношении, там, там уже Первый Республиканский банк, всегда проще, потому что есть, ну, машина меньше, система контроля более отлажена, и здесь даже элементы принятия решения, они всегда, линейка короче, и в этом отношении всегда менее, чем меньше организация, тем она работает эффективнее. Это аксиома, да, она более мобильная, более приспосабливаемая к внешним обстоятельствам в том числе. Вот. Поэтому в этом отношении мы, конечно, ценовой конкуренции, наверное, сейчас разговаривать очень сложно, но во всем остальном, конечно, конкуренция жесткая, с каждым годом, и это отражается на всех параметрах. Тем более сейчас иностранцы, да, после, наверное, вступления в ВТО, во многом, ну, в какой-то большей части будут присутствовать. Ну, ВТО на банковском секторе, это вряд ли, наверное, самый последний сектор, на котором ВТО отразится. Во-первых, нам удалось отстоять ограничения на функционирование непосредственно западных банков в России, да, то есть сейчас они работают через дочерние банки, которые подчиняются тому же регуляторам. То есть напрямую они не могут сюда прийти все еще, да? Напрямую нет и не придут, соответственно, ни через филиальную, ни через предстоятельство не существует, через филиал нет. Вот, поэтому конкуренция с западными банками существует, они через дочерние банки активно здесь представлены уже давно и очень сильные есть представители, которые конкуренцию не только, как бы, частным банкам, средним, да, но и, там, первым банкам оказывают. Вот, у них есть и, безусловно, очень сильные позиции в технологиях и в экономическом ресурсах, конечно. Ну, опять говорим, да, они этим занимаются уже многие десятки лет, да. Да, не говоря про культуру. Совершенно верно, уже устоявшую, сформировавшую. Безусловно. Андрей, спасибо, у нас есть вопрос, давайте послушаем его. Владимир, добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Здравствуйте, вот на заре нового российского капитализма, так сказать, мне пришлось столкнуться с такой вещью, значит, вот, нехватка была фондов, да, для кредитования, и существовал такой межбанковский кредит, вот, когда один банк другому суживал, так сказать, под проценты, а тот накручивал немножечко свои и дальше делал своего клиента. И всем было хорошо, да, Владимир? Да, значит, вопрос такой, значит, у меня вот сейчас банки, как получают вот фонды для кредитования из Центрального банка, как я понимаю, то это, значит, они получают без залога или залог какой-то требуется? Понятен, понятен ваш вопрос, спасибо, Владимир. Андрей. Да, я, безусловно, отвечу, значит, источники фондирования кредитных операций в банках, с одной стороны, это вот, как сказал Владимир, это межбанковские кредиты, которые... Наткосрочные, как правило, да? Да, которые там один банк другому в соответствии с лимитами предоставляет, овернайты там или как бы чуть-чуть подлиннее, вот. Но это не самый, безусловно, главный источник, главные источники, они как... Это в основном в данной ситуации средства населения. Существуют, безусловно, средства юридических риск, как срочные до востребования. Раньше кризиса очень активно банки занимали на внешнем рынке, и на внутреннем, в том числе, через публичные источники, через облигации и так далее. Сейчас эта ситуация существенно сократилась, потому что внешний рынок очень негативно, как на Россию, риски принимает, так и на... Он и сам схлопился, этот рынок, да? Да, безусловно. Вот. Центральный банк в виде кредитора последней инстанции, он существует, если в кризис банк России там предоставлял и безалоговые кредиты долгосрочные, и другие инструменты были. Сейчас большая часть инструментов кредитования банков, оно все равно залоговое, это или сделки РИПО, или ломбардные сделки и так далее. То есть, в любом случае, Центральный банк большей частью просит у коммерческих банков обеспечения, если он фондирует эти операции. Но банк, любой банк заинтересован в диверсификации своих источников для финансирования, и межбанковское кредитование, межбанковское кредитование, это один из самых последних источников, которые прибегает банк именно к кредитованию реального сектора экономики. То есть, основными можно назвать, да, вот те крупные, ну и там основные, да, длинные деньги, которые идут из крупных источников, да, и вторая часть — это частный сектор, да? Ну да, большей частью, наверное, если сравнивать где-то, наверное, частный сектор, это вклады населения, они на данный момент в системе, наверное, превалируют, и второй источник — это юридические лица, их... То есть, основа все-таки — это частный сектор, да, это вклады... Ну, где-то, наверное, здесь ты говоришь 50 на 50, скорее всего. То есть, везде есть там свои плюсы и минусы, частные средства формально считаются длинностью, посмотреть баланс любого банка, большинство вкладов — это от срока, там, от года до трех лет. Но при этом мы понимаем, что частный вклад, он всегда до юра, до востребования, потому что по закону у нас вкладчик имеет право востребовать свои денежные средства по... То есть, вы не можете ему отказать, да, сославшись на то, что в договоре написан год, если потребовалось, значит, потребовалось. Конечно. Безотзывность вкладов, она обсуждается, и в законодательной, и так далее, но это пока на уровне разговоров, к сожалению. Я понял. Огромное спасибо, Андрей, мы сейчас еще раз прервемся. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, мы продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. А в гостях сегодня Андрей Чураков, первый вице-президент Первого Республиканского банка. Мы говорим о корпоративном кредитовании в российских банках. Собственно, продолжаем нашу беседу. На вопрос мы ответили. И следующий вопрос мой, Андрей. Расскажите, пожалуйста, более детально. Давайте поговорим о малом и среднем бизнесе. Все-таки это достаточно важно, я так понимаю. Тем более для банка не первые десятки. Так вот, насколько перспективен вообще этот сегмент корпоративного кредитования. Ну и если можно, более откровенно. Я, собственно, расскажу, о чем мысль. Я встречался с некоторыми вашими коллегами. И вот так как-то... Хотя и в прямом эфире, но они, знаете, что называется, не под запись. Да, говорили мне о том, что все-таки, вот если положить руку на сердце, не очень охотно банк кредитует малый бизнес. Малый бизнес не очень охотно. А некоторые вообще даже не кредитуют. Несмотря на то, что существует программа государственной поддержки. Несмотря на одно, второе, третье, пятое, десятое. Вот, ну, считают все-таки, что это слишком великие риски. Как здесь происходит у вас, как минимум, Андрей? Ну, всегда хочется побольше заработать, поменьше нести рисков. Это да. Это классика. Вот, поэтому в двух словах про малый и средний бизнес, безусловно, сегмент перспективен. И объясню почему. По своему экономическому содержанию. То есть крупных предприятий в стране... Не так много. Да, не так много. И, к сожалению, их больше становится... Не так много их становится в абсолютном выражении, как представители среднего и малого бизнеса. Соответственно, и понятно, что есть экономическая цепочка. Вначале ты малый предприниматель, потом средний, и потом ты, если все нормально, вырастаешь. Совершенно верно. Вот, поэтому всегда... Я прошу прощения, да, и надо подчеркнуть, что и вполне логично, да, если ты начинал малый бизнес сотрудничать с каким-то банком, то, естественно, разрастаясь, ты будешь... Не будешь искать, не будешь менять. Конечно, то есть есть специальный термин вырастить заемщика. У банкиров, то есть ты пествуешь этого заемщика, максимально увеличиваешь на него риск, помогаешь ему развиваться, и не только, как бы, именно через кредитование, через, там, консультирование, через помощь, там, в налоговом консультировании, в каких-то других продуктах и так далее. Здесь важно то, что вы заинтересованы в друг друге, да? Да, безусловно. Он, безусловно, заинтересован, да, с вами работать и продолжать, потому что уже знает, да, что от вас ждать, как качество ваших услуг, лично знаком наверняка, да, и, там, с менеджерами, там, топовыми, а, может быть, там, среднего звена. А в вашем смысле это перспектива роста, конечно. Для банков, кроме того, что этот сегмент сам по себе растущий, и он в этом отношении, как я до этого говорил, он благодарный в плане и лояльности, и второе направление, это именно доходность этого сегмента. Некоторые продукты, особенно кредитованием малого бизнеса, на данный момент по своей доходности для банка сопоставимы с розничными продуктами. Риски в... Но при этом риски в рознице существенно выше, чем в малом бизнесе, потому что и, с одной стороны, малый бизнес, он более понятен для банков, потому что он предсказуем, и представитель малого бизнеса, он, являясь субъектом экономических бареалей, он более прогнозируем, чем доход физического лица. Да, доход физического лица, он зависит от внешних факторов, да, от работодателя, от кого-то еще. От многих факторов, по крайней мере. Да, а малый предприниматель, он зависит только от самого себя. По сути дела, в этом отношении важна его мотивация и его экономическая динамика. Если ты понимаешь, то ты, в принципе, можешь дальше принимать риски и кредитовать его в дальнейшем. Ну, опять, если не прав, вы меня поправьте, но опять, если речь идет о взаимодействии с бизнесменом, то ты понимаешь, что риск закрывается его, ну, я не знаю, его бизнесом, да, или, может, залог есть какой-то под это дело. Ну, то есть вы видите, да, чем человек владеет вот в конкретной ситуации. В том числе. Да, а розничный пришел, сейчас, насколько я знаю, да, доходит до того, что и подтверждение справки, а доходов не надо, ничего не надо, только приди и забери. А потом начинаются вопросы сразу. Ну, это все закладывается в цену кредита. То есть в риск тот самый потенциальный. Да, классическая модель, это, как сказать, не... Я думаю, многие банкиры вам не для записи скажут всегда, что в рознице всегда хороший платит за плохого. И это будет существовать еще очень долго. И это нормально, ну, с точки зрения банкира, по крайней мере, да? Ну, да, с точки зрения банкира, но это математическая модель, это математика. Вот. В малом бизнесе ситуация немножко другая. Там малый предприниматель, он является самым источником и прибыли, соответственно, источником риска. И в этом отношении он является в двух ипостасях. Он является субъектом экономического предпринимательства и еще является как физическое лицо. Очень частое явление, когда... Ну, не очень часто, по сути дела, всегда, когда человек начинает бизнес, он несет ответственность не только как предприниматель, но и как физическое лицо. То есть он часто закладывает свое личное имущество, безусловно, является там поручителем по бизнесу своего предприятия, своей компании. Поэтому и для банка понятно, что кредитуя компанию, этого предпринимателя, если человек отказывается дать свое личное поручительство, это является нонсенсом, потому что человек заинтересован в развитии своего предприятия на 100%. То есть если ты не несешь личную ответственность за это, тогда это является уже основанием для напряжения банкира. Почему многие банки и банкиры не любят кредитовать? Малый бизнес тоже очевидно, потому что прозрачность бизнеса, это такая очень популярная тема, в малом бизнесе она достаточно низкая прозрачность. То есть здесь две причины. С одной стороны, это экономическая образованность и просвещение в экономическое. Каждого частного. Понятно, что рисовать бизнес-планы, строить поток кэшфлотам и так далее. Замки на песке, это просто. Да, но как раз замки на песке, это иногда и сложно построить, потому что нужно уметь это делать. То есть здесь как раз представителям малого бизнеса именно прогнозировать и предоставлять отчетность и прогноз в том виде, который привык банкир это видеть. Иногда им это очень сложно сделать. С одной стороны. А с другой стороны, это как раз прозрачность нашего бизнеса, малого бизнеса, которая, понятно, что когда у тебя относительно низкая рентабельность, если ты пытаешься выживать среди кучи контролеров, проверяющих и так далее, для тебя каждые 5-10% чего-либо налогов и так далее, это уже существенно. Уже существенно. Поэтому, когда человек, как сказать, есть возможность не заплатить налоги, они стараются не платить налоги. Либо, как модно говорить, либерализировать эти самые идеи. Да. Для банкиров это тоже всегда является проблемой, потому что я всегда заемщикам говорю, или вы становитесь прозрачнее, тогда имеете относительно дешевое финансирование, или вы уходите в тень, но тогда не рассчитываете на низкий процент, потому что чем... Это мой риск, да? Я должен его как-то покрывать. Да, безусловно. Вполне логично. Я понял. Хорошо. Ну и теперь, если можно, в деталях там несколько слов. Расскажите, пожалуйста, Андрей, как процесс кредитования в корпоративном секторе выглядит? Ну, от момента, я не знаю, там заявки, бизнес-плана до, соответственно, уже момента получения денег. Главное, сколько времени проходит? Год, два, десять? Год, два, это срок кредитования. Анализ значительно быстрее происходит. Стандартная модель, я козам вернусь, следующее происходит, заемщик вначале выявляет желание получить финансирование, потом обращается в банк, или в свой банк, или в несколько банков, в зависимости от наличия времени, желания. Ну, это, в принципе, логично, да, ведь он тоже какой-то маркетинг составляет. Здесь мне такое предложение сделал, здесь такое. Вас, собственно, как представитель банка, это не шокирует? Это нормально, это конкуренция. То есть, понятно, что у многих клиентов существует несколько счетов, он обслуживается в нескольких банках. Это нормально. Это нормально, это не запрещено уже давно-давно. Поэтому, понятно, что, когда мы рассматриваем заявку, у нас есть информация, что заемщик подал, допустим, заявку в несколько банков. И даже иногда он имеет несколько решений кредитных комитетов, и анализирует, и смотрит, какое ему даже не только, иногда выгодно, даже не по цене, а именно по удобству иногда. Что тоже немаловажно в последнее время для заемщика. То есть, юрлицу, предприниматель, он обращается в банк, предоставляет, в принципе, большинство банков сейчас усреднило список документов. Он очень похож во многих банках. Это, по сути дела, документы касательно финансовой отчетности и прогнозов динамики деятельности компании. То есть, для банка важно получить информацию, моментальный срез его финансового состояния в виде отчетности всевозможной финансовой, да, и понимание динамики этого финансового состояния, его бизнеса на срок финансирования. То есть, мы статическую модель получаем. Мы сейчас говорим уже о работающем бизнесе, да. А если человек решил затеять этот самый бизнес, стартар такой модный сейчас есть термин, вот, это разница все-таки, да, есть разница. Вы смотрите на человека, который уже работает в бизнесе, оцениваете его финансовую состоятельность, либо вот пришел другой, я, говорит, хочу стать бизнесменом, даже у меня вот есть, ну, то, что мы говорили, да, бизнес-план некий. Это уже другая категория, правильно заявка? Да, безусловно. То есть, даже когда есть действующий бизнес, ну, самое простое, это когда есть действующий бизнес, и нужно там подкредитовать оборотные средства, да, там есть кассовый разрыв, какие-то там другие вопросы возникают, от финансового плана, это самая простая модель. Вторая модель, это когда есть действующий бизнес, и нужно качественный рывок сделать, какой-то инвестпроект сделать. То есть, это были серьезные деньги, да, если... Это, да, серьезные, это даже иногда, это может быть не серьезные деньги, это серьезные риски в данном ситуации не только банка, но и предпринимателя, потому что для него это может быть новый сегмент. Получится, не получится. Да. Здесь как раз важно понимание и статической модели, и правильно прогнозируемость ситуации с точки зрения заемщика, и правильная оценка банком. Вот. Самое сложное в момент, то, что вы сказали, это вопрос, связанный с началом бизнеса, стартап, модное слово такое, а когда человек проснулся и решил, а почему бы мне не начать что-то делать. Наконец-то. Да, да. Это самая сложная для банка модель, потому что здесь как раз больше, как вы сказали, замки на песке играют роль. Очень много факторов, которые человек прогнозирует свою деятельность, не всегда даже видит, да, а банкир обязан это видеть, потому что это его деньги, это деньги его вкладчиков, несет за это ответственность, и обязан все модели предусмотреть. Вот. В данной ситуации это банки менее всего любят кредитовать такие модели, потому что они самые рисковые. Иногда они по большей части даже не обеспечены, хотя формат обеспечения, он всегда вторичен, даже третичен в банковском кредитовании. Ну, в данном случае вы прекрасно видите, ну, допустим, да, что вот человек, который пришел с какой-то идеей, ну, скорее всего, он ее не реализует. Он готов поручиться, зуб дать, что называется, да, какое-то собственное имущество предоставить. Ну, наверняка вы как люди, да, здравые скажете, нет, давай лучше мы не будем в это ввязываться, потому что потом себе дороже все это, да. Для банков вот эта третья модель кредитования стартапов, она самая, как я сказал, и рисковая, и во-вторых, она менее реализуемая. То есть, на данный момент, честно скажу, очень мало банков, которые занимаются массово кредитованием таких бизнесов. Соответственно, есть банки, которые формируют какие-то венчурные фонды, какие-то там отдельные программы для подобных видов кредитования. Но это не классика банковская, это что-то больше обычное, это даже иногда выводится за баланс банка на отдельные инвестиционные компании или отдельные юрлицы специальные, связанные с подобным кредитованием. Вот, в основном это бизнес, там, венчурных финансистов, в последнее время в России, слава богу, начали такие появляться, которые готовы кредитовать стартапы. Ну, в любом случае, пока это в начальном, да, в зародышном состоянии. Да, это не массовое явление. Сейчас еще раз прервемся, новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, дорогие друзья мои, продолжаем, а точнее, последняя часть у нас вот так вот, долго ли, коротко ли, и время заканчивается, всегда в интересной беседе это происходит. Итак, последняя часть эфира «Бизнес-класс» на Финам.ФМ, еще раз я напомню, мы говорим сегодня о корпоративном кредитовании российских банков, и в гостях у меня Андрей Чураков, первый вице-президент Первого Республиканского банка. Вообще приятно, да, такое представление? Первый вице-президент Первого Республиканского банка. Само за себя, да? Само за себя говорит сразу. Это приятно, согласен. Андрей, продолжим, да, расскажите, пожалуйста. Итак, механизм получения, значит, обсудили мы вот эти вот, за и против, с точки зрения самого субъекта кредитования, да, и о механизме. Итак, есть традиционный некий список, не такой он большой, как вы уже говорили, да, дальше я его заполняю, предоставляю какие-то гарантии, или не предоставляю. Ну, да, давайте к процедуре вернемся. Значит, есть финансовая отчетность, которая предоставляется в банк. Банк по мере возможности быстро анализирует эту отчетность. Дальше есть понимание, там уже модели функционирования компании, есть там бальная оценка, есть анализ рисков. Следующий этап – это в зависимости от продукта наличие залога, если продукт он необходим. То есть, какой-то продукт, вы говорите, обязательный залог, да, какой-то продукт не обязательный залог, который… Да, конечно, то есть, здесь надо вернуться к цели кредитования. Если мы говорим, что это нужно, там, допустим, короткие деньги, связанные с пополнением оборотных средств, каким-то кассовым разрывом, классическая модель, допустим, овердрафтного кредитования не требует обеспечения вообще. То есть, там, модель закрытия рисков – это сама экономика предприятия и ее денежный поток. То есть, функционированный денежного потока, само контроль за денежным потоком со стороны банка, оно обеспечивает закрытие банковских рисков. Если мы говорим про достаточно долгосрочное финансирование, связанное с повышенными рисками, временными, денежными и так далее, тогда, безусловно, большинство банков любит прибегнуть к залоговому кредитованию. При этом, не всегда банки… Что вот, извините, пожалуйста, что в этой ситуации может банк удовлетворить в виде залога? Да, не всегда банки просят, там, только недвижимость, к примеру, там, очень популярное в последнее время, да, там, дайте мне, там, залог, там, недвижимости. Понимаете, банки, ну, в зависимости от банка, да, к примеру, там, Перевоспеликанский, мы достаточно универсально подходим к залоговому обеспечению, мы готовы смотреть и транспорт, и оборудование, и, возможно, какие-то товары в обороте, вот, то есть, это вопрос уже переговорного процесса. Даже могу сказать больше, практика последних нескольких лет, недвижимость не является абсолютным механизмом закрытия своих рисков. Да, 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 то есть, даже наличие, там, ипотеки обеспеченной не дает, стопроцентный источник, является источником погашения кредита, раз, второе, даже если банк и после всех арбитражей, исполнительного производства, там, продажа на торгов, судебными приставами этого недвижимости, получает ее на баланс к себе, то это тоже является для банка головной болью, потому что в последнее время, там, регулятор очень жестко вводит новые, там, нормы, резервирование по этим активам на балансе и так далее, то есть, они являются, во-первых, головной болью банка в дальнейшем. И, ну, опять же, в том числе и момент оценки этого залога, то есть, та же недвижимость, последние несколько лет, Совершенно верно, то есть, волатильность рынка, оно приводит к тому, что нет, не полностью защищает от потерь, вот, соответственно, на выходе банк для, там, кредитного комитета, службы, которые пишут с каждой службы профильные свои заключения, должны сформировать комплексную оценку бизнеса предприятия и возможность или невозможность его кредитования с описанием всех рисков, ну, и, соответственно, плюсов кредитования в виде какого-то бизнеса взаимного с данным заемщиком. Соответственно, коллегиальный орган, это, там, большой кредитный комитет, во многих существует малый кредитный комитет, упрощенный различный механизм принятия решений в зависимости от продуктов, опять же, принимает или не принимает риск, и дальше происходит уже техническая работа по оформлению, по выдаче кредита, ну, и его дальнейшее функционирование, мониторинг, сопровождение и, там, дальнейшее его погашение, вот. По срокам рассмотрения, все обычно спрашивают, вот, это банк, там, не любят, там, тянут долго и так далее. Мне же, вот уже, мне же уже приспичило, мне хочется, да, уже какой-то затеять стартап, они не дают мне денег. Вот, ну, просьба, соответственно, всех, ко всем, это не тянуть до последнего, когда нужно, деньги там, не надо вспоминать это вечером. Вчера, когда уже нужно было, пойдут и я в банк. Да, соответственно, понятно, что нужно какое-то время все равно банкам давать, элементарно, для того, чтобы хотя бы оценить, да, вот, по нашим регламентам, по действующим регламентам кредитования в Первом Республиканском банке, у нас, там, две недели, именно с момента полного пакета документов до выхода решения именно. Я не сказал бы это длинно или коротко, для многих это очень быстро, для некоторых скажут, что, как это долго, вот. Ну, это элементарный срок для того, чтобы принять взвешенное решение. Конечно, то есть реально, да, за два-три часа такие вещи просто по определению. Есть в некоторых банках так называемые скоринговые модели, там, как сейчас модно говорить, кредитные фабрики. Это в основном касается, все это началось с розницы, когда, там, за полчаса принимались решения, там, по вылече кредита, там. Паспортные данные посмотрели, да, и вперед. Да, сейчас это переходит на малый бизнес в основном, но это, конечно, там, не два-три часа, это все равно занимается два-три дня. Ну, и опять, надо сказать, это зависимость от продукта все же, да, если серьезные деньги, они требуют серьезной оценки, естественно, рисков. Я понял. Андрей, смотрите, интересный такой вопрос у меня возник. Если представить, что банковская система идеальна, ну, с точки зрения взаимоотношений и банка, и заемщика, вот какой он этот идеальный заемщик, на ваш взгляд? Идеальный заемщик для любого банкира – это заемщик с минимальным риском, высокодоходный и скоростным циклом оборачиваемости, что это из серии быстрые, дорогие и низкорисковые деньги. Вот это любой банкиром это скажет. Ну, это, по большому счету, конечно, мы на земле стоим, и это не очень реально. Это, ну, бывает, но это единица, по сути дела. То есть, я бы не сказал, что есть какая-то там отрасль, которая любит крититовать все банкиры. Такого нету. То есть, в любой отрасли существуют риски. Любой кризис, он всегда… Причем опять риски, это и зависит, да, от времени, зависит от какой-то конъюнктуры, внешней, внутренней, да, куда попадешь опять. Да, то есть, понятно, что многие скажут, что идеальный заемщик – это «Газпром». Нет, это неправда. Особенно в последнее время он не идеален совсем. Учитывая эти были инвестиционные программы его, с сомнительного толка, да. Совсем не идеален заемщик. Под такие программы деньги давать. Тот же малый бизнес, он, честно скажу, он больше всего пострадал в кризис. Первое, кто, если говорить про юридических лиц, сильнее всех просел, это тот же малый бизнес. То есть, в рынке… Ну, самый уязвимый – это тоже нормально. Да, конечно. И моментально изменение нормативной базы, там, социальное числение, там, вмененный налог меняется и так далее. Это сразу очень сильно отражается на экономике этих предприятий или предпринимателей. Поэтому идеальные заемщики встречаются единично, но это, как и везде, какие-то крупицы, те, которых приходится выбирать из того, что… Это нормально. Идеала нет по большому счету. Нет его. Мы все время к нему стремимся, да, мы все время о нем мечтаем, каким-то образом его рисуем в голове у себя, для того, чтобы двигаться вперед. Но его не существует, как подсказывает цивилизация. Значит, осталось немножко времени. И, Андрей, у меня резонный вопрос, так сказать, в финале программы о неких перспективах развития этого сегмента. Ну, в вашем банке или, как вы, может быть, посмотрите в целом российскую банковскую систему. Если говорить о вашем конкретном, какие, может быть, у вас ноу-хау планируются, новые какие-то продукты для корпоративного заемщика? О нас в двух словах. Мы, как я говорил вначале, активно наращиваем линейку банковских продуктов. Мы в прошлом году возобновили факторинг, как направление очень популярное, там, до кризиса, очень сильно пострадавшее во время его. И сейчас очень востребованность в торговом сегменте и в других сегментах. Очень сильно на него делаем ставки. И всех приглашаем в первый республиканский банк. Если говорить про развитие отрасли в целиком, то сегмент, безусловно, корпоративного кредитования будет развиваться. Он, может быть, не так динамичный, как розница. Но, в любом случае, он будет превалирующим и в ближайшее время, и в дальнейшем. Смотрите, вот нынешние сложные экономические ситуации в мире ли, в России ли, потому что замедление экономического роста, очевидно, уже на любом уровне. И сегодня наш президент, уже отвечая на вопросы россиян, несколько раз по этому поводу прошелся. Наверняка ведь и вы почувствуете на себе, ну и хотя бы с точки зрения того, что частный бизнес, мелкий и средний. Его, в принципе, это меньше становится после известных событий. Ну и он с опаской идет брать деньги взаймы, потому что их же надо отдавать. Безусловно, какие-то направления будут меняться, что-то будет, я бы не сказал, что все там депрессировать, да. Какие-то сегменты роста все равно существуют, и будут всегда какие-то новые сегменты появляться, экономика развивается. Вот, мы в любом случае не стагнируем, а растем, может быть, не так, как хотелось бы, да. Я вообще в этом отношении оптимист, то есть в любом случае Россия будет развиваться, и это может быть и какие-то отраслевые дополнительные сегменты роста. Опять же, там у нас чемпионат мира по футболу скоро, там будет инвестиционный спрос со стороны государства и так далее. У нас Олимпиада сначала, потом. Да, Олимпиада, ну Олимпиада уже освоена, да. Вот, но в любом случае какие-то точки роста будут, и я надеюсь, какие-то новые сегменты появятся. Вот, поэтому чем заняться банком, особенно в корпоративном кредитовании, все равно найдется, да. В этом отношении я оптимист, еще раз скажу. Это здорово. Кстати, если говорить, вот мы вспомнили, видите, сейчас с вами планируем Олимпиаду и чемпионат мира, которые пройдут, да, в основном, в основе своей, не в Москве. Да, в регионах. Да, совершенно верно. Вот есть дифференциация какая-то по этим услугам, ну или по востребованности этих услуг? На самом деле уже продукты все выровнялись по своему качеству предоставления, пусть это не важно, там Тула или там Владимир или Новосибирск. Поэтому это радует, что банковская система может предоставлять качественный сервис и качественные продукты в любом месте Российской Федерации. Она ровно, да, ровно, ну такое слово нехорошее, но по сути верно, она ровно размазана по всей России, а не так, как обычно это бывает. Москва, Петербург, а остальное... Ну она сконцентрирована в Москве, но качество и экономика, она абсолютно идентична по всей стране. Я думаю, что есть какие-то там, может быть, премия за риск в южных регионах, назовем так, но на самом деле это больше психологический фактор, чем экономический. Больше психологический все-таки, да? Да, конечно, но на мой взгляд, я считаю, что да. Банкир здесь тоже, да, он человек такой ранимый, ранимый. Ну банкир это в любом случае психолог. И бизнесмен прежде всего, да. И, соответственно, продавая себя и свои продукты, он всегда ориентируется на конкретного покупателя. Это нормально. На конкретного клиента. Это правильно. Андрей, огромное спасибо. Время заканчивается, мы будем прощаться сейчас. Итак, я еще раз представляю сегодняшнего гостя. В студии Финам.ФМ был Андрей Чураков, первый вице-президент Первого Республиканского банка. Мы говорили с ним о корпоративном кредитовании в российских банках. Уважаемые слушатели, спасибо вам огромное за внимание. Андрей, спасибо вам за то, что у нас есть время. Спасибо огромное. Всем удачи, всем спасибо. Всего хорошего успеха в бизнесе. До свидания.